Природа, храм, семья. Всюду чувствуется присутствие Божие, которое наполняет мир любовью и радостью. В Саратове подвели итоги регионального этапа 11-го международного конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира». Выбрать победителей было непросто. Свидетелями этого процесса стали наши саратовские коллеги. Работы конкурсантов занимают три зала регионального центра поддержки одаренных детей. Рисунков так много, что некоторые из них пришлось расположить на стульях и даже на полу. Перед членами комиссии стоит нелегкая задача выбрать из этого множества всего лишь 15 работ, которые будут отправлены в Москву. В январе 2016 года там пройдет финал конкурса. В этом году на конкурс представлено 526 работ. Из них по основной номинации представлено 524 работы и 12 работ – это роспись по фарфору. Наша задача сегодня – отобрать 15 лучших работ, которые будут представлены на федеральный уровень. У нас в нашем конкурсе три возрастных группы. Это первая группа до 7 лет. Вторая группа, собственно говоря, школьники. Это ребята, которые учатся в художественных школах, которые учатся в средних школах. И последняя группа – это возрастная после 16 лет. И в нее же вошли еще и студенты профессиональных организаций Саратовской области. Самому младшему участнику конкурса всего лишь два года. Но он уже создал шедевр, который отмечают члены комиссии. Одним из важных факторов, которым руководствуется жюри, является самостоятельность. По этому рисунку видно, что малыш обходился в основном своими силами. Работы конкурсантов оценивают люди, которые имеют к живописи непосредственные отношения. Среди членов жюри – художники, преподаватели художественного училища имени Боголюбова, директор Боголюбовского училища Павел Тимофеев, а также руководители отдела религиозного образования и катехизации Саратовской митрополии. Протоиерей Сергий Чернобровкин серьезно увлекается живописью. Его картины выставлялись в Радищевском музее города Саратова. Когда детскую работу оцениваешь, смотришь качество ее живописное, с точки зрения профессиональной навыки ребенка, сюжетную линию тоже смотришь. В общем-то, часто надо перевернуть, посмотреть, какой возраст. Бывает, часто работа выполнена качеством, посмотришь возраст, как-то возникает такой вопрос, что не очень верю, что явно рука или педагога, или родителей. Ну вот, само радует уже то, что хотя бы дети уже пытаются что-то сделать, конечно, это уже очень радует. Но много действительно работ достаточно качественно сделанных. И вот завершающий этап работы членов жюри. Из 50 лучших работ выбрать 15. На этом этапе неизбежны споры, в ходе которых рождается истина. Вот мы можем зайти на выставку, откинуть взглядом, и нас ничего не зацепило. А если работать, хоть она и спорная, но... В ней можно посмотреть, да, смотрите, Христос изображен на фоне прямых линий, сверху вниз, да, таких вот вертикальных. Должно, должно. А здесь вихрь такой, заворачивающийся, правильно, динамика, да, передана. А здесь спокойствие и тишина, остановка. Еще 35 участников стали дипломантами конкурса. Их рисунки можно увидеть на выставке в региональном центре поддержки одаренных детей до начала декабря.